Вторая опасность – это попытки доказать Бога. То есть, первое было это защитить Бога, теперь это доказать Бога. Мы говорим, что Пангельхия ничего доказать не может. Мы только разрушаем твердыни. А вот эта попытка доказать Бога, она уже идет из предубеждения гуманистического, что исключительно рациональные утверждения дают обоснованные знания. Что если ты что-то не можешь доказать рационально, значит это неправда. Но мы говорили, нельзя рационально доказать любовь, нельзя рационально доказать смысл жизни. Нельзя рационально доказать предназначение. Но мы знаем, что эпоха просвещения карнавала богиню разум, и люди теперь автоматически считают, что рациональность выше категории истинности, в том числе по отношению как к нашему опыту, так и по Божьему откровению. Но мы-то с вами знаем, что это неправда. Утверждение, что рациональное обоснование заменяет веру, это вера. Потому что само это утверждение рационально не обосновано. Я верю, что мне не нужна вера. И как мы выявили само утверждение, что только рационально доказанное утверждение истины, оно рационально не доказанное, таким образом само себя побивает. Наша цель, задача, приводить аргументы соответствия мироздания Божьему откровению. Возьмем любой псалом, любой псалом – это апологетика. Вот 35-й псалом, где вообще никак не доказывается. Библия вообще нигде не доказывает, что Бог есть. Библия начинает говорить с предположения, с изначального положения о том, что Бог творит небо и землю. Доказательств нигде этому не приводится. Библия Бога не доказывает. Писание говорит, мудростью устрояется дом и разумом утверждается, притча 24-3. И в 1 Коринфянам 4,2 Павел говорит, братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. То есть будьте как дети, на злое будьте как дети. по уму будьте совершеннолетними. Апологетика – это не доказательство Бога, а опять же зеркало, в котором человек должен увидеть свои заблуждения. В данном случае рациональное. Он хочет рационально убедиться, что Бог есть. Покажите ему его заблуждения. Во-первых, выясните его ожидания. Как ты хочешь, понимаете, как один ученый писал, а? Не совсем. Как один ученый сказал, что, вы знаете, правильно я вас понял, вы не верите в Бога, который смотрит со стороны равнодушием на страдания людей, которому не жалко собственного сына, которого, значит, да-да-да-да-да, правда, что в этого Бога не верите? Правда. Мы тогда с вами полностью согласны, в такого Бога я тоже не верю. В какого Бога вы поверили бы? Вот. Выясните ожидания оппонента. Следующее. Разберите вместе с ним, может ли голый разум удовлетворить эти ожидания. Я хочу, чтобы Бог меня любил. Голый разум – это может как-то… Я хочу, чтобы Бог был справедлив. Голый разум может определить, что справедливо, что несправедливо. Далее предоставьте веские свидетельства. Расскажите наводящие на размышления истории, в том числе свою историю, если надо. Если более подходит другая история, скажите другую историю. Историю Чарльза Колсона, который был советником президента Никсона, и когда один из его друзей принял христианство, он решил разгромить, не оставить камня на камне. Его идеи, у него был красотпуск, и он поехал куда-то в уединенную свою избушку на озеро, взял с собой Библию и взял с собой четрадку толстую, блокнот, который каждую сторону разделил на две части. В одну сторону он хотел записывать аргументы в пользу христианства, а в другую, он юрист, как юрист, взять и рассудить. А в другую аргументы против. Говорит, по окончанию моего отпуска сторона «за» была полностью заполнена, а сторона «против» оставалась чистой. И как юрист я на тот момент уже должен был признать, что это действительно правда. Но правда для того, чтобы принять эту правду, ему еще понадобилось попасть за решетку, и там в тюрьме он принимает Бога и создает тюремное братство, которое до сих пор на Америке миссии, свидетельствующего заключенным. в библиотеке «Наряка у вас должны быть» в книге «Но как только стали дергать кого-то лично, как столько стало угрожать лично чьей-то семье, благосостояние, все начали тут же варить друг друга». Говорит, у нас было 12 человек, это были сливки общества, самых образованных людей в своей стране, советники президента. «У Иисуса было тоже 12 человек малограмотных, не таких умных, не таких орудированных и прочее. И если мы, даже при всей своей хитрости, умности и обученности, не смогли скрыть истину, а в том, что проповедовали они, никакой лжи так и не обнаружилось, это меня еще раз убедило, что, наверное, то, что они говорят – это правда». Потому что это единственное объяснение. Следующее. «Применяйте логические критерии истинности». Какие? «Непротиворечественные, которые вы говорили себе». Ну, в экзамене так и напишите, «которые говорили в прошлый раз». Афут. Не противоречит самой себе или как это называется Критерий? «Со acontecem Еишкин. Да, 거는 Seg também commitment. » То, что самой себе не противоречит». – Дам 6. « preferenceTER?" – Но мы понимали, что это не должно быть при себе противоречить. – критерий состоятельности, то есть, притерий не противоречит самой себе, значит она состоятельна. Тоже критерий соответствия, то, значит, что с другими соответствиями, она не противоречит остальним миссиям. И кои еще критерии мы с вами видим? и прагматические. Прагматические критерии выражаются словами «иди и смотри». В Библии он встречается неоднократно. Мы нашли того, о ком писали пророки. Разве из Галилеи может быть что хорошее? Пойди посмотри. Ангел востребил и сказал «иди и смотри». Вот это выражение «пойди и посмотри, иди и смотри» в Библии неоднократно встречается прагматический критерий истинности. Давид умер и погребен и гроб у нас до сего дня. Пойдите посмотрите. Молитесь об освобождении. Мы помним, что в любом случае обращение – это не наша работа. Это работа Святого Духа. И потом нам нужно молиться, чтобы человек освободился от тех твердынь, которые не позволяют принять ему Христа. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Следующая ошибка, которую часто допускаю. Неразумно, зато полезно. Активно она применяется в рекрутировании неофитов Евангелия Благосостояния. Вот, Сергей, будешь как со Христом, будет у тебя машина, как у меня. Все проблемы решатся. Да, все проблемы сразу решатся, какие бы то ни было проблемы. Неразумно, зато полезно. Наверняка у вас есть очень хорошая книжка в библиотеке Клайв Льюис «Письма Баламута». Ну уж точно, у вас есть восьмитомник Клайва Льюиса там. И в письмах Баламута, значит, Баламут, старший бес-искуситель, дает инструкции своему, значит, племянничку, Гнусику, о том, как лучше человека, значит, соблазнять. И уже в самом первом письме он говорит, «Мой дорогой Гнусик, самоуверенная торобарщина, а не аргументы, поможет тебе удержать пациента вдали от церкви. Не трать время на то, чтобы убедить его в истинности материализма. Лучше внуши ему, что материализм силен и смел, что это философия будущего». То есть не принципиально, давай не будем спорить, правда или неправда, доказать никто не может. Главное, что это учение сильное, смелое и за ним будущее. К сожалению, сегодня мы, верующие, очень часто пытаемся этот же самый, этот аргумент применять в своем благовестии. Мы говорим, что это не столь важно, правда, христианство или нет. Давайте не будем разбирать, истинно мы или нет, но это учение сильное, смелое, 2000 лет стоявшее и за ним будущее. христианство заблуждение, но оно делает людей лучше. На самом деле, сегодня мы можем почитать, послушать предвыборные программы коммунистов, атеистов, что вот у меня в предвыборных, я в Бога не верю, я коммунист, я атеист, но у меня в предвыборной программе есть, что мы должны развивать духовность, мы должны изучать Библию, потому что она делает людей лучше. То есть, я признаю, что Библия – это глупость, что Библия – это ложь, но я признаю, что она делает людей лучше. Ложь, ложное учение делает людей лучше, и поэтому даже я считаю, что это ложь надо преподавать. То есть, сама идея, что я за то, чтобы преподавать ложь. Уже интересно. С другой стороны, то есть, я признаю, что ложное учение делает людей лучше, а мое учение истинное делает их хуже. Мое учение истинное, но люди от него хуже становятся. Может, какая-то проблема с понятием истины и ложь. Может, пора разобраться, как может она в жизни становиться лучше, а от истины становиться хуже. Христианство не потому приемлемо, что оно полезно, христианство полезно, потому что оно истинно. Именно потому, что христианство истинно, поэтому от него люди становятся лучше, поэтому от него общество становится лучше. Если до христианской проповеди в Индии считалось, допустим, нормальным, что если рождается девочка, ее нужно тут же убить. Потому что первым в семье должен родиться мальчик. И были специальные водоемы, куда сбрасывали новорожденных девочек. Вот просто приносили и бросали в этот водоем, потому что считалось, что должен первым. На самом деле, на данный момент, в Индии на тысячу мужчин приходится 800 женщин. И именно христианская проповедь остановила вот это вот безумие. У нас сейчас в переводе через два года должно выйти книжка, которая называется «Если бы Христос никогда не родился», которая показывает о влиянии христианства на общество. Правда, сейчас след за христианством в Индию пришел гуманизм. И гуманизм теперь учит несколько иному. Тем более, что Индия сейчас одна из наиболее активно развивающих стран мира. Индия на первом месте в мире по количеству компьютеров на душу населения. Нам тоже есть чем гордиться. Россия на втором месте в мире по подростковому суициду. На первом – Латвия. Значит, то есть… Латвия? Да. Очень мы мало… Понимаете, это все… Суицид. А? Суицид. Суицид. Да. Что такое суицид? Это кризис ценностей. Когда то, ради чего человек готов умереть, ценнее, чем то, ради чего он готов жить. Это камень в наш огород, братья си. Мужи, братья. То есть у людей в нашей стране нет смысла жизни. У подростков. Общий суицид где-то на, по-моему, пятом или шестом месте России. Ну, в 12-й точно, по всем криминальным показателям, в 12-ку первых везде ходят. По количеству убийств на душу населения на втором месте после болиды. Вот. Это все наши проблемы. Но сейчас в Индию сначала пришло христианство. Вначале оно пришло в такой половинчатой форме в виде учения Ганди. Ганди закончил Оксфорд, какой-то университет в Англии приехал и сочетал учения христианства, который учился с идеей несопротивления вот этим толстовством, которое легло на подготовленную почву, на идею буддизма. Но христианская проповедь миссионеров английских, Индия, бывшая христианская колония, привела к тому, что все это было устранено. Потом пришел гуманизм и пришли технологии. И сейчас в Индии совершенно другая проблема. Теперь в Индии существует, значит, в крупных городах доступное ультразвуковое зондирование. И теперь то же самое, что раньше было с новорожденными девочками, теперь делают внутриутробно. Если ультразвуковое зондирование показывает, что будущий ребенок – девочка, делают аборт. То есть все опять, то, от чего сначала ушли, с приходом христианских ценностей, с приходом гуманистических ценностей, вернулось обратно. И сейчас вот как раз один из самых больших выступлений в мире на 8 марта было выступление индийского противоабортного общества, запрещающего, вот за того, что, значит, запретить аборт по, значит, половым признакам. И христианин, да? Да. И Павел не говорит, что я безумствую я или не безумствую, но от того, что я безумствую, всем становится лучше. Павел говорит, я не безумствую, а говорю слова истины и здравого смысла. И наша проповедь – это провозглашение истины. Если мы не провозглашаем истин, то мы лишь рекламируем идеологический товар, причем на первой свежести. Сегодняшний проповедник очень часто на улице похож к вот этому торговцу-разносчику, который подходит и говорит, вам повезло, я представитель такой-то компании, у нас сегодня, значит, акция, значит, вечная жизнь по благодати. Вам только нужно прийти в нашу церковь, не себя Христу отдать, не отдать, правда, если пойдешь, скажешь на улице, что пришло время отдать душу Богу, то человек испугается. Вот. Вам только нужно прийти в нашу церковь, и у нас там будет, то есть не идите, научите, а сходите, зазовите. Понимаете? Вот наша сегодняшняя креда, наша сегодняшняя великая помощь. Сходите и зазовите. Вот. Совершенно, вам ничего не надо, совершенно бесплатно, у нас будет там пицца бесплатная, у нас там, значит, молодежная программа, все, что угодно, кроме, раз, Христа, и второе, это цены. То есть мы проповедуем Евангелие на шару. То есть мы, люди уже, мы сегодня в церкви не видим разницы между благодатью и шарой. Мы проповедуем дармовое Евангелие, дешевое. А что дешево получено, то дешевое ценится. И мы не удивляемся, почему люди в церковь приходят, а верных людей, в общем-то, намного больше не становится. Потому что они пришли на бесплатное Евангелие, на бесплатное угощение. И мы знаем, что благодатью не что-то, что просто ничего не стоит. Оно получается даром. Часто. А, час, значит, да? То есть мы его получаем даром, потому что за него заплатил кто-то другой. Заплатил столько, сколько мы сами заплатить не в состоянии. Субтитры сделал DimaTorzok